На регион надвигается жара, предупредили метеорологи-любители. Как не перегреться и сохранить водный баланс организма? Советы дали в Роспотребнадзоре. Об этом и не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давичи». Меня зовут Надежда Шабалина. Здравствуйте. Более полутора тысяч жителей региона пострадали от укусов клещей. Специалисты опубликовали свежую статистику за неделю. В центре города нашли крупный дефект на теплосетях. Какую улицу перекроет уже завтра? И надолго ли? Комфортные, экологичные. В Киров поступили новые автобусы большой вместимости, когда транспорт выйдет на маршруты. Кировчан ждет настоящая жара. После 10 июня столбики термометров могут подняться до отметки плюс 35 градусов. Об этом пишут в паблике «Любительская метеорология в Кирове». Такую погоду не стоит пить сладкие газированные напитки, кофе и крепкий чай, а также алкоголь. Из-за сахара они не утоляют жажду, а только усиливают обезвоживание, предупредили в Роспотребнадзоре. Жара приводит и к ухудшению условий труда. Особенно сложно приходится тем, кто работает на открытом воздухе или в помещениях, где нет кондиционера. Если он есть, температура в здании должна быть плюс 24, плюс 25 градусов. Работать на открытом воздухе нежелательно при температуре свыше 32 градусов. Быть внимательнее к своему здоровью специалисты призывают не только из-за жары. Сезон активности клещей в самом разгаре. За неделю в больницы региона обратились почти полторы тысячи человек, в том числе 270 детей, рассказали в Роспотребнадзоре по Кировской области. Зарегистрировано 19 случаев боррелиоза, в том числе у одного ребенка, и четыре случая энцефалита. Впереди выходные дни. Многие планируют выезд на природу. Ведомстве советуют соблюдать меры профилактики, а также использовать окорицидные препараты. Одна из центральных улиц города будет недоступна для автомобилистов. У перекрестка Труда и Казанской рабочие нашли дефект на тепловых сетях. Поскольку трубопровод проложен под дорогой, земляные работы проведут в пределах проезжей части. С вечера 7 июня до вечера 9 июня движение транспорта по Казанской перекроют. В ближайшее время здесь ожидаются раскопки, проходят гидравлические испытания в рамках подготовки к отопительному сезону. Обнаружен крупный дефект. К сожалению, на сегодняшний день большое количество потребителей без горячего водоснабжения, то плюс хотели на этой неделе уже раскопать. Пришли к решению, договорились, что в пятницу вечером движение по улице Казанской между Пятницкой и Труда будет перекрыто. А теперь хорошая новость для тех, кто ездит на общественном транспорте. Кировский автопарк пополнился новыми автобусами. Сколько их и когда машины выйдут на линию, расскажет Екатерина Кудрина. Комфортного общественного транспорта в Кирове стало больше. Сегодня глава города Елена Ковалева вручила водителям АТП ключи от новых автобусов. К юбилею областного центра для городских маршрутов закупили 15 новых машин марки ЛиАЗ. Они низкопольные, газомоторные, оснащены современным оборудованием. В общем, создано все для комфорта и безопасности пассажиров. Здесь стоит уже более современный китайский мотор, потому что на том транспорте, который мы до этого эксплуатировали, там модернизированный мотор недоработанный, поэтому сейчас в процессе эксплуатации есть вопросы по текущему ремонту и так далее. Здесь уже более новые моторы. Надеемся, что они прослужат долго. Автобусы закупили на сумму 260 миллионов рублей. Новые машины поступили в Киров из Ликинского автобусного завода, который находится в Московской области. По словам главы города, автопарк будет пополняться и дальше. В последнее время на улицах города мы все больше и больше видим новых современных автобусов, которые повышают комфорт и безопасность людей, которые переезжают. Эти автобусы, которые уже сегодня выйдут на маршруты, это, конечно, подарок к юбилею нашего города, подарок нашим кировчанам. Новые машины – подарок не только для пассажиров, но и для водителей. Теперь их работа станет намного комфортнее. Получили новые автобусы. Спасибо большое всем начальству нашему, администрации города Кирова. Все очень удобно, все нравится, меня все устраивает. Руль удобный, регулироваться, зеркала большие, сиденья. Современные автобусы будут курсировать по первому, третьему, пятому, двадцать первому и двадцать третьему маршрутам. Они выйдут на линии в течение двух недель. Екатерина Кудрина, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича. Поездка глазами машиниста поезда. По всей стране 6 июня отмечается день привлечения внимания к безопасности на железнодорожных переездах. В Кирове прошла тематическая акция. В ней приняли участие водители общественного транспорта и инструкторы автошкол. Как это было, расскажем далее. Прокатиться на поезде в кабине локомотива доступно далеко не каждому, а уж тем более увидеть дорожную обстановку глазами машиниста. Такая возможность появилась у кировских водителей общественного транспорта и инструкторов автошкол. Их пригласили прокатиться через весь город на рельсовом автобусе. Да, есть возможность посмотреть глазами работников, посмотреть изнутри, как это все происходит, как сотрудники РЖД работают над безопасностью, как машинист видит все изнутри, как двигается поезд. Водители и инструкторы каждый день не по разу пересекают железнодорожные переезды в городе. Знакомые всем переезды на улицах потребкооперации и лепсе. И впервые они увидели их с другой стороны – стороны машиниста. До окружающих хотели бы донести этой акции то, в какой ситуации находится сам подвижной состав, как себя видит машинист, побывать в теле машиниста, что называется, и его глазами увидеть все, что происходит в наших дорожных путях. Важно было показать, что поезд едет на высокой скорости. Он не может быстро затормозить или объехать препятствия. Как рассказали железнодорожники, с начала этого года на Горьковской железной дороге произошло 12 аварий на переездах. В них погибли 7 человек, 11 получили травмы. Поэтому такие профилактические мероприятия важно проводить для водителей, чтобы они понимали, как все устроено. Елена Шарыгина, Алексей Стахеев, Бюро новостей Довича. За год почти на четверть столько составил рост зарплаты у строителей в России. К такому выводу пришли исследователи Пишетрия новости. Среднемесячная заработная плата по основным профессиям отрасли бьет рекорды и выросла за год на 23%. Посмотрим более детально. По данным аналитиков, наибольший прирост отмечается у архитекторов плюс 28%. Сейчас в среднем по стране они получают до 90 тысяч рублей в месяц. Такая же зарплата у сварщиков. Маляры-штукатуры получают сейчас до 65 тысяч рублей в месяц. У этих работников вознаграждение выросло на 18%. Больше всех труд стоит у монтажников. Они могут заработать до 105 тысяч рублей. Это плюс 20%. О причинах роста заработной платы рассказал эксперт. Идет активное строительство различных объектов промышленных, гражданских и так далее. Не хватает специалистов, чтобы охватить все стройки России. Количество кадров, которые сейчас готовятся, по качеству молодой специалист уступает тем, которые уже имеют опыт. В Кирове зарплата на рынке строительства тоже выросла. Сейчас она в среднем составляет 80 тысяч рублей, говорят застройщики. За полтора года труд работников строек стал стоить в полтора раза больше. Эксперты проанализировали вакансии в Кирове и выяснили, сколько чистыми получают разные специалисты в сфере строительства в нашем городе. По данным аналитиков, архитектор в Кирове получает чуть больше 77 тысяч рублей в месяц. Прораб – почти 58 тысяч. Инженер-технолог зарабатывает около 57 тысяч рублей. Директор строительной фирмы рассказал, что одна из причин повышения зарплат в нашем регионе – борьба за рабочую силу. Это, во-первых, инфляция в нашей стране. Во-вторых, возросли объемы строительства в Кирове и Кировской области. И, соответственно, возросла борьба за квалифицированных работников. Но и нам приходится конкурировать еще и с оборонными предприятиями, где зарплата тоже значительно выросла, чтобы люди оставались у нас, работали, а не переходили к нашим... Ну, раньше они не были конкурентами, а сейчас они конкуренты за рабочую силу. Несмотря на рост зарплаты, строительная сфера все равно испытывает дефицит кадров. Только деньгами людей не привлечь, здесь нужен системный подход. Людям важно не только много зарабатывать, но и чтобы работать было комфортно, заключают эксперты. Уличным рисунком нет. Ко дню города фасады домов должны очистить от надписей. Такое поручение управляющим компаниям дали в администрации города. Как продвигается процесс, обсудим с начальником теруправления по Ленинскому району в студии Сергей Торхов. Сергей Александрович, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Добрый. Расскажите нам, пожалуйста, какой объем работ предстоит выполнить? Содержание фасадов вообще является постоянно действующей обязанностью управляющей компании. Они должны постоянно содержать фасады в надлежащем виде. Но в данном случае, конечно, просто надо ускорить, увеличить объем работы. Много ли фасадов уже приведено в порядок? Галина, отписи удалено? Половина уже по тем объемам работ, по тому количеству предписаний, которые выданы территориальным управлением в адрес управляющих компаний, половина уже точно отработана. И сегодня уже мы не пишем письма, мы идем в поля, как говорится, и напрямую общаемся с председателями ТСЖ, директорами управляющих компаний и конкретно показан объем работы. Сколько было изначально выдано предписаний? В территориальном управлении было порядка 150 выданных предписаний. Сегодня половина, я уже сказал, отработана. Вторая половина, вот буквально на днях должно быть все сделано. В идеале вообще должно быть все свеже покрашено или отмыто. Какая работа ведется по поимке нарушителей? Ведется ли вообще такая работа? Кто наносит эти надписи? У нас установление личности гражданина. Эта функция за управлением внутренних дел закреплена, конечно. Но никто не запрещает остальным гражданам взять за руку нарушителей и отвезти к родителям, если это касается детей. Ну вот, например, я вижу, что человек что-то рисует на стене дома. Как я должна отреагировать? Видите, общество у нас очень правовое. И чтобы, не дай бог, не навредить этому гражданину, то, конечно, здесь в первую очередь нужно позвонить в ОВД и вызвать наряд ППС. Вот это да. Хорошо. Таким образом мы будем действовать. Сергей Александрович, спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Мы с вами прощаемся и продолжаем. А вы сортируете мусор? Об этом спрашивают жители Кировской области. Волонтеры. Стартовала экологическая акция «Как принять в ней участие». Об этом не только расскажу в ближайшие минуты. Не переключайтесь. Это «Давичи» и мы продолжаем. Киров в Санкт-Петербурге. В северной столице проходит Петербургский международный экономический форум. В этом году впервые за всю историю ПМЭФ Кировская область представлена своим стендом. В правительстве региона рассказали, что в юбилейный год используются все возможности для раскрытия потенциала Кировской области на всероссийском уровне. Гостей стенда «Хлебом с солью» встречает знаменитая Дымковская барыня. В инсталляции под названием «Промышленность» отражены достижения и перспективы Кировской области в сферах станкостроения, лесопереработки и домостроения, производства мебели, обуви, игрушек, медицинских препаратов и пищевой промышленности. В форуме принимает участие губернатор области Александр Соколов. Глава региона выступил на панельной сессии. Кировская область, разрабатывая новую стратегию социально-экономического развития, долго пытались сформулировать цель. И, как мне кажется, нам это получилось. Мы обозначили цель всей нашей деятельности – это благополучие кировских семей. Да будет газ. Голубое топливо пришло в деревообрабатывающий комплекс в деревне Шихова. Торжественный пуск природного газа состоялся при участии губернатора Александра Соколова. Подробности с места событий в сюжете Екатерины Дворниковой. Голубое топливо появилось на еще одном производстве в Кировской области. По видеоконференц-связи с площадки Петербургского международного экономического форума губернатор Александр Соколов лично дал старт пуску газа на деревообрабатывающем предприятии в деревне Шихова Слободского района. В деревообработке мы уже более 20 лет занимаемся производством и строительством современных деревянных домов из клееного бруса. Нами было принято решение об увеличении объемов выпускаемой продукции и открытии дополнительных производственных площадей в центральной части региона, преимущество которого является наличие природного газа. Предприятие обратилось за помощью в «Газпром» и вот свершилось. Представитель компании поздравил предпринимателей со знаменательным событием. «За последние три года более 300 предприятий и сельскохозяйственных предприятий, коммунально-бытовых, промышленных, получили природный газ в качестве основного топлива. Я сердечно поздравляю вас с объектом, что на еще один объект промышленного производства в Кировской области пришел природный газ». Сергей Густав отметил, что работа по подключению и переводу компании Кировской области на газ будет продолжаться. Об успехах газификации в регионе рассказал и губернатор Александр Соколов. «Каждый месяц у нас есть новые победы. Подключаются жилые кварталы, частные домовладения и подключаются объекты промышленности. Вот сегодня один из таких объектов. И надеюсь, что приход голубого топлива послужит людям, послужит производству». Участники мероприятия отметили, использование газа существенно сэкономит расходы предприятия и выведет его на новый уровень производства. Екатерина Дворникова, Светлана Гудименко, Бюро новостей Давича. Теперь по-новому. В Минпросвещение разработали новый стандарт профессии библиотекаря. Будущие книгохранители должны уметь собирать и разбирать автомат Калашникова, пишет парламентская газета. В обновленную программу обучения, помимо базовых предметов, включена и безопасность жизнедеятельности. Однако библиотекари нового образца могут стать последними профессиональными хранителями книг в России, пишут федеральные СМИ. Например, в столице этой профессии не обучают уже с прошлого года. А вот что говорит о профессии один из депутатов Госдумы. «Уже сегодня современные библиотекари помогают читателям разобраться во все более широком наборе не книжных ресурсов. Это и электронные базы данных, и журнальные газетные архивы, программное обеспечение, а также настольные игры, аудиокниги и ноты, и многое-многое другое. Поэтому, я думаю, дефицита в библиотечных кадрах точно не будет». Поделись привычкой своей. В Кирове стартовала онлайн-акция «Я разделяю». Организатор мероприятия – Кировское региональное отделение Всероссийского движения «Экосистема». Активисты предлагают всем желающим в социальных сетях рассказать о своих экологических привычках. Это могут быть истории о посадке леса, помощи животным, рассказы о том, как человек экономит свет и воду, сортирует мусор. Для того, чтобы поучаствовать в акции, достаточно опубликовать свои экологические привычки в социальных сетях и поставить хэштег «Я разделяю». Акция проводится, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды, говорят организаторы. В группе Девятка ТВ ВКонтакте мы спросили подписчиков, какие у вас экологические привычки. Подведем итоги опроса. 45% респондентов не имеют такие привычки. 35% экономят воду и свет. 10% опрошенных сортируют мусор. Другие ответы в рубрике «Мобильный опрос». Бумажки не разбрасываю. А мусор сортируете? Мусора нет. А почему? А возможности такой нет. Бак один стоит. Вот мусор, например, сортируют. Вы сортируете? Некоторые, да, сортирую. Бутылки, например, выкидываю. Не выкидываю, а отдаю, чтобы переработали. Вот. Вы считаете, это хороший вклад в экологию? Конечно. Изначально сортировали пластиковую посуду, но, к сожалению, в нашем городе некуда ее сдать. А вот помимо сортировки отходов, что еще важно делать? Как вы считаете? Меньше покупать. Не курю, бочки не выбрасываю, все в мусорку. Потом эти трубочки не беру, вообще не использую. И стараюсь из пластиковых стаканов, когда есть, крышку тоже не брать. Пакеты не беру, стараюсь все в руках нести. Да и, в принципе, это, наверное, все. Мусор сортируем по разным контейнерам. Вот, дома это делаем. Смотрим, чтобы, допустим, себе наша бытовая техника соответствовала классу АА+. Никаких? Наверное. Ну, не экономите свет, воду. А, ну да, экономлю. А что нужно делать? Вот, что бы вы могли сделать для того, чтобы сохранить экологию? Что в ваших силах? Сортировка мусора. Так, а еще? Ну, не знаю больше даже, что-то ничего в голову не идет. А вот вы сортируете? Нет. Почему? Ну, нет же мусорок специальных, куда нужно выкидывать. Не мусорить. Так, а еще? Соблюдать экологию. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видеономер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А у меня на этом все. В студии работала Надежда Шабалина. Всего доброго. До свидания. Стенд Уралхима в этом году по традиции привлекает внимание тысяч участников Петербургского международного экономического форума. На нем представлено более ста сортов цветов из разных стран. Впервые значительное количество цветочного материала привезено из Китая, рассказывает руководитель Департамента корпоративного маркетинга АО «Хакава Уралхим» Наталья Фарафонова. В этом году мы взяли за основу год семьи. Для нас это действительно очень важный фактор и идеологически совпадающий с нашей зоной интереса. Потому что вклад в развитие семьи и в развитие потенциала семейственности, он лежит в основе определенных передач знаний. Для нас это очень важно. Работа с молодежью особенно актуальна в нынешних экономических условиях. Поэтому образовательные и проектные активности лежат в основе стратегии развития Уралхима. Как известно, есть большая проблематика с дефицитом кадров в агроотрасли. И, собственно, наши силы и наши проекты как раз направлены на поднятие агрономического уровня знаний среди нашей целевой аудитории. И это часть того вклада, который мы можем дать уже сегодня. И как раз результатом вклада как со стороны семьи, так и со стороны общества, наверное, является тот результат, который мы увидим завтра. И в данном случае наше дерево как раз символизирует то самое дерево знаний, которое позволяет вообще человечеству развиваться и достигать каких-то новых высоких результатов. Диаметр дерева составляет полтора метра, высота около шести метров. Это одна из самых сложных конструкций, которую когда-либо удавалось создать. Сколько времени потребовалось, чтобы создать такое масштабное произведение искусства в каком-то смысле? Ну, если сейчас говорить только про цветочное панно, которое по масштабу на самом деле превышает все площади, которые мы застраивали до этого, оно значительно больше на сегодняшний день. Порядка девяносто шести часов было потрачено именно на монтаж цветочного панно. Еще один ключевой вопрос, которым озадачиваются гости стенда, сколько цветов использовано для его создания. Тысяч четыреста. Четыреста тысяч цветов. Половина миллиона, наверное. Я думаю, тысяч десять. Мне кажется, больше миллиона точно. Я бы хотела, наверное, немножечко такую придержать интригу и не раскрывать эту информацию. Могу только сказать, что в этом году их стало гораздо больше. Группа компании «Уралхим» занимается не только производством минеральных удобрений, но и реализует достаточно много проектов, скажем так, в другой плоскости. Мы занимаемся проектами развития с применением искусственного интеллекта. Мы ведем достаточно большую образовательную деятельность. Иными словами, акцент сделан на комплексном подходе. Эта концепция хорошо отражает то, куда двигается группа компаний в своем развитии и какие усилия прикладывает для достижения лидирующих позиций на рынке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!